Ребята, посмотрите, какая порция мяса. Картошка, я так понимаю, какая-то. Смотрите, масличка домашняя, я так понимаю, сливочная. Боже, какой косленок, он весь разваливается. Вот такой косленок. Клевает во рту, прекрасно закладывает свиньол. Он только что бегал, мы его видели на входе. Мы его узнали, это вот Гришка, Гришка, козленок там бегал снаружи. Как вам не стоит? Картошка с сыром, с тыквой или с чем-то. Бабанская еда, она иногда таит в себе секреты. Ну вкусно достаточно. Вкусные секреты. Давайте под козленкой Гришку давайте. Давайте. Расскажи мне, идеально было, да? Как тебе ужин или обед, что это было? Я могу сказать, что столкнулся впервые. Я вам, что здесь сначала подают ряд закусок, да? Сразу на всех. После чего уже... Основное блюдо. Основное блюдо мясо. А потом заставляет кушать сладкое. Мы пять минут от него отказывались. Ну, не могу сказать, что это высокой кухни ничего. Только в плане подачи. Это ресторан невысокый кухни. Это ресторан именно оригинальный, деревенский. Фермерского хозяйства. Главное подача, посмотреть на эту подачу. Я долго думала, что это сыр в плесени. Оказалось, это просто камень. А это типа мороженое, лед, что-то такое. Фруктовое. Ребят, можно приехать сюда отдохнуть надолго. Тут есть у них даже отельчик. Подобные есть эко-фермы с ресторанами возле Тираны. Смотрите, можно сесть на улице, как эти ребята. Там несколько столов. Сейчас я вам покажу отель. Он находится на горе. А внизу, кстати, этот избочек сделан для детишек. Паровозик такой на тракторе работает. Все в цветах. А еще здесь есть поляна с земляникой или клубникой. Причем октябрь месяц. Смотрите, она повторно цветет. Ну, еще хотела вам показать. На самой вершине стоит отель. У них, кстати, все украшено интересно. Вот тыквочки. Смотрите, какие прикольные. Все это растет здесь. Огромные паркинги. Я даже сначала испугалась, что так много машин. Но на самом деле места хватило. А вот это бункер албанский. Их при коммунистическом струе построили около 750 тысяч. И с разного размера. Смотрите, как используют прикольно. Капусту выращивают. Это гранаты. Причем, мне кажется, они хорошие. Да, они хорошие. Потому что они крупные. Можно сорвать один себе ради интереса. После паровоза мы решили пойти к коням, к коровам, к пони. Ой, смотри, там еще козочки. Это Гришка был тут. Смотри. Да, я их видела. Ой, как она к тебе тянется. Ты, наверное, сладенький. Кушать хочет. Посмотрите, какие кадры можно тут сделать. Такой стеновал шикарный. Сколько их много. Вот такой паркинг встречает сначала с тыквочками, виноградиком. В конце паркинга есть мельница, где можно посмотреть, как делается мука при помощи солнечных батарей. Представляете? Сейчас покажу. Смотрите, какие тыквочки. А вот та самая эко-мельница работает благодаря солнечным батареям. Такой запах невероятный стоит. Смотрите, девочка с мукой. Посмотрите, какие грибы шикарные я купила. 10 евро килограмм. Продают у них на выходе. Посмотрите, какой грипп. Идем к выходу. Здесь, кстати, мальчики с гриппочей играют. Вот здесь на выходе они продают различные свои какие-то произведения. Мёд. Это инжир, кстати, мне так кажется. Я даже не знаю. А, грецкий орех. Это соус песто. А вот те самые грибочки. Ну, все маленькие позабираю. Ну, забирайте. Стоит 1500 лек. Примерно 1400 это 10 евро. Давайте я вам покажу еще снаружи. Какой виноград у них. Very beautiful. Цветочки на входе. Примерно 1400 лек. 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 Продолжение следует...